Центральная избирательная комиссия России подвела предварительные итоги выборов президента страны. После обработки 100% протоколов результаты следующие. Кандидатуру Владимира Путина поддержали 87,28% граждан, принявших участие в трехдневном голосовании. Второе место с результатом 4,31% у представителя КПРФ Николая Харитонова. 3,85% голосов и третье место у Владислава Дованкова, которого на выборы делегировала партия «Новые люди». За выдвиженца от ЛДПР Леонида Слуцкого отдали голоса 3,2% избирателей. Для действующего президента результат 87,28%. Это абсолютный рекорд. Еще никогда. Уровень поддержки Владимира Путина, поддержки его курса со стороны россиян не был таким высоким. Напомню, на прошлых выборах в 2018 году за главу государства проголосовали 75,59% избирателей. Тогда этот показатель тоже стал рекордным. Шесть лет спустя результат улучшен сразу на 11,5%. Одобрение внутренней и внешней политики лидера страны выразили 76 миллионов 277 тысяч 708 россиян. Благодарю вас, всех граждан России, за доверие, которое вы мне оказали. И сделаю все, что в моих силах, для того, чтобы решить те задачи, которые были поставлены перед страной, и достичь те цели, которые мы считаем абсолютно приоритетными. Выборы 2024 года стали рекордными и по явке остаться в стороне от важнейшего общественно-политического процесса себе не позволили 77,44% граждан России, имеющих право голоса. В 2018 году, когда перед страной еще не стояли столь серьезные внешние вызовы, на участки пришли чуть больше 67,5% избирателей, то есть на 10% меньше. Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, как он объясняет столь высокую явку, отметил. Связано с сегодняшней ситуацией, связано с тем, что мы вынуждены в прямом смысле этого слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей и создавать будущее для полноценного, суверенного, безопасного развития Российской Федерации, нашей Родины. В Мурманской области кандидатуру Владимира Путина поддержали 83% избирателей. Явка на выборах составила более 71%. В Кировске она оказалась выше среднего по регионам 76,33%. В нашем городе на избирательных участках голосовали не только граждане, имеющие местную прописку, но и гости региона. Ведь март, разгар, горнолыжного сезона и многие любители зимнего активного отдыха заранее побеспокоились о том, чтобы не остаться в стороне от важного процесса. Какими были эти три дня, напомним в нашем репортаже. Выборы президента России впервые состоялись в трехдневном формате. И для каждого третьего избирателя рабочий день не стал поводом отложить важные решения на выходные. Кто не успел проголосовать до начала трудовой смены, сделали это в обед. Многие на участки пришли всей семьей, чтобы чувство ответственности могли разделить даже те, кто пока избирательным правом не наделен. Вот пришли всей семьей голосовать. Ну, пока одному, конечно, еще нет права голоса, но подрастет. Будет голосовать тоже. Втроем первый раз, потому что маленький еще. А так, да, каждый выбор всей семьей, вдвоем, женой приходим. Одними из первых на избирательном участке пришли руководители города. Глава Кировского Вадим Турчинов и глава администрации Юрий Кузин. Проголосовал в пятницу также депутат Мурманской областной думы Сергей Свинин. На следующий день, в субботу, вставать рано необходимости не было. Выходной. Но многие горожане поспешили к участкам, едва они открылись. 15-го я с утра была, пришла рано, и уже у нас очередь тут стояла избирателей. Очень дружно шли. Большое спасибо им за это, за то, что проявили свою гражданскую позицию. Активно шел процесс голосований в поселках Кашва и Титан. В Титане уже в пятницу свой выбор сделал каждый третий избиратель. В субботу поток желающих выразить свою гражданскую позицию увеличился. По итогам первых двух дней явка на дистанционном электронном голосовании в Мурманской области составила 90%. И свыше 50% избирателей сделали свой выбор очно. В их числе и жители Санкт-Петербурга. В Кировске их привело увлечение горнолыжным спортом. О том, чтобы была возможность проголосовать вдали от дома, они побеспокоились заблаговременно. «Приехали в отпуск, заранее открепились. Дело ответственное, 10 минут потратить не так уж трудно, а открепиться 3 минуты на госсугах». Три дня в России продолжался важнейший общественно-политический процесс. И все три дня до последних минут люди шли на избирательные участки, чтобы отдать свой голос. «По последней минуте сюда забежал, успел. По дороге сломалась машина, поэтому так уж получилось. Но слава Богу проголосовал». «Уважаемые члены комиссии, наблюдатели, подошло время избирательного процесса к концу. Просьба закрыть дверь». После завершения процедуры голосования и закрытия избирательных участков первая задача – подсчеты погашения неиспользованных бюллетеней. Их, как только информация перепроверена, подтверждена и официально внесена в протокол, приводят в негодность, отрезая левый нижний уголок. Это гарантия того, что пустые бланки не будут использованы. Далее члены участковой избирательной комиссии переходят к следующей фазе своей работы. «Это число избирателей. На момент включенных в список избирателей, потом число избирателей проголосовавших, число избирателей проголосовавших вне помещения и число избирателей проголосовавших досрочно. Дальше все складывается в единую цифру, и мы получаем общее число избирателей, потом число избирателей проголосовавших, и дальше процедура уже идет по заполнению первого протокола увеличенной формы». Все данные официально фиксирует секретарь комиссии. После публичного оглашения каждая позиция вносится в протокол. Также публично вскрывается переносная урна. Содержимое через комплекс обработки избирательных бюллетеней КАИБ попадает в общую урну. Далее начинается работа непосредственно с КАИБом. Строго в соответствии с регламентом в комплекс вводятся данные протокола. Результаты автоматически суммируются и сохраняются на USB-накопителе. После того, как итоговый протокол распечатан КАИБом, урна вскрывается. За процессом следят наблюдатели. «Все три дня выборы проходили в спокойной обстановке. Активность избирателей была высокая. Все три дня люди шли хорошим потоком, проявляя свою гражданскую позицию». На последнем этапе работы участковых избирательных комиссий посчитанные бюллетени пакуются в специальные пакеты. В них они будут храниться в течение года. И в Апатитах явка избирателей превысила средний по региону показатель, составив почти 80%. Репортаж о том, как голосовали апатичане, продолжает выпуск. 15 марта, в первый день голосования, на избирательные участки пришли и те, кто участие в выборах еще ни разу не принимал. В их числе ученица 11 класса Полина Севодина. Апатичанка призналась, волнуется, ведь от решения зависит не только ее будущее, но и будущее всей страны. «Это гражданский долг, очень важен для каждого человека. И каждый человек, который живет в этой стране, обязан проголосовать». Здесь же, на избирательном участке, в школе номер 10, в числе первых свой гражданский долг исполнили руководители города. Глава Апатитов Светлана Котельникова и глава администрации Николай Бова. «Как никогда сейчас важно сказать, что я выбираю президента, я голосую за Россию, я знаю, что это важно». «Меня очень порадовало то, что апатичане уже с раннего утра проявили активность». Одними из самых активных избирателей в Апатитах оказались жители микрорайона Сидоренко. Уже в первый день явка на участках для голосования здесь составила почти 40%. «Считаю, что на выборы нужно обязательно приходить, потому что мы с вами живем в свободной, сильной стране, полной возможностей. И проголосовать за эти возможности, за то, чтобы они у нас сохраняли, за то, чтобы страна развивалась, конечно, обязан каждый гражданин. Каждый человек, который любит свою страну, который живет в ней и развивается вместе с ней». За процессом голосования на всех избирательных участках следили наблюдатели общественной палаты Мурманской области. «Чтобы участок был вовремя открыт, с соблюдением всех правил, обязательно присутствует при открытии, чтобы посмотреть, что все урны пустые, при закрытии участка также». Субботним утром одним из первых на избирательном участке в городском дворце культуры проголосовал Сергей Бояров. Апатитчанин рассказал, не одни выборы в стране он еще не пропустил. «Обязательно, это долг каждому гражданину, это долг, чтобы за наших детей, за наших внуков, чтобы жизнь была лучше, хорошо. Надеемся на еще лучшее». Горожане приходили на избирательные участки целыми семьями, чтобы подать пример подрастающему поколению. Ведь от того, какой выбор сделан сегодня, зависит, как страна будет жить завтра. «Мы думаем о будущем нашей страны, мы хотим, чтобы наша страна была независимая, очень сильная, поэтому мы показываем своему поколению маленькому, нашим детям, как же важно голосовать, чтобы мы надеялись, что наше будущее будет замечательным и светлым». Многодетная семья Плюшкиных посетила избирательный участок почти в полном составе с четырьмя из пяти своих детей. «Мы хотим, чтобы они ознакомились с этой процедурой. Мы хотим быть для них примером того, что наш выбор – это очень важно в жизни, и мы несем за это большую ответственность. Это будет потом влиять на все сферы нашей жизни. Мы понимали в дальнейшем, что это их ответственность, уже будет личная каждого, и мы любим нашу родину, поэтому мы здесь сегодня всей семьей». «Люди идут жизнерадостно, с улыбкой, все здороваются, всем очень интересно, все читают информационные стенды, очень активно фотографируются на фоне брендовых всевозможных наших фотозон». Выборы президента России в Апатитах прошли в спокойной обстановке, без нарушений и нештатных ситуаций. Все участки отработали по запланированному графику. Продолжение следует...